МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я большая, ну и что же, Лучше возрасту не верь, Чем взрослее, тем моложе Мне б хотелось быть теперь. От самой, от себя убегу, Но тебя разлюбить не могу. Что случилось в сердце строго, Растревожено вдвоем, По тротинкам, по дорогам Хорошо идти вдвоем. От самой, от себя убегу, Но тебя разлюбить не могу. Что же я смотрю сурово, Что же я смотрю сурово, Разве смотрят так любя, Золотого, дорогого, Так отказишь от себя. От самой, от себя убегу, Но тебя разлюбить не могу. Тебе не надоела эта легкая музыка? А что? Ты мешаешь мне работать. Ну, я больше не буду. Галя. Что? Ты знаешь, Мне хочется сказать тебе одну вещь. Ну, говори эту вещь. Мне кажется, Что я чуточку влюблена. А тебе не кажется, Что ты чуточку глупа? У тебя экзамен сегодня. Ты готова? Да. Как будто. Как будто, кажется. Надо знать точно, А не ощущать. А что такое? В голове одни пустяки. А тут эти еще неожиданные признания. Галина! Какое признание? Шурка! Шурка! Больна ты, что ли? Я совершенно здорова! Что с ней? Шурка очень неустойчивый субъект. А ты, мама, Ты во всем потакаешь. Если бы отец был жив, Вряд ли бы он одобрил это. Я, значит, во всем виновата. Я никого не виню. Но как старшая сетра, Я считаю себя ответственной За Шуркино поведение. Тебе не рано? Ты куда? Подруги заниматься. Шурка! На, возьми на дорожку. Подожди, мы пойдем вместе. Нам в разные стороны. Хорошо. Ой, здрасте. Пожалуйста, Галина Сергеевна, Как ты сегодня рано? Мне по делу. Да? Галина, здравствуйте. Здрасте. Разрешите, я вас провожу? Пожалуйста. Прекрасное утро сегодня. Правда? Да. Вы не видели Шурку? Она прошла. Куда? Туда. Простите. Галина, Мне нужно поговорить с вами По очень важному делу. По очень важному? Да, для меня. Начинайте. Знаете, Я хотел сказать вам одну вещь. Ну, говорите эту вещь. Мне кажется, что я чуточку... Влюблен? Да. В кого? В вас. А вам не кажется, что вы чуточку глупости, Глеб? Вы с вами научные работники, у нас важные и большие задачи, нам некогда заниматься пустиками. Ну, не дуйтесь. Вы совсем как наша Шурка. Простите, Глеб, Я смешу. Я смешу. Вам телескоп? Или бинокль. Дайте бинокль. Пётр Никитич. Что? Вы не стерпитесь на меня за то, что я вас сюда вызвала? А, нисколько. Пожалуйста. Я сегодня свободен. Вы знаете, я тут спешила. Да? Да что это вы оглядываетесь? За нами могут следить. Кто? Да сестра. Я ей сказала, что это к подруге заниматься. А почему? Вы что же боитесь её? Нет. Она воображает, что я маленькая. И следит за каждым моим шагом. Сестра заботится о вас. Она, очевидно, вас очень любит. Да никого она не любит. Она себя только одну обожает. Кстати, Шура, вы мне принесли её работу? Да. Вот вам её работа. Ага. Спасибо. А вот вам моя работа. Спасибо. Но говорят, дарить платок к разлуке. Глупости. Я в тебе это не верю. Да? Нет. Дайте телескоп. Телескоп ещё хуже. Телескоп. Ну вот, и оставал в карте. Пётр Никитич. Да. Скажите, можно наши отношения назвать романом? Собственно, дело не в названии. А, ну да, я понимаю. Единство формы и содержание. Ха-ха-ха. Какой вы ещё ребёнок, Шура. Ну вот. И вы тоже вроде нашей Галины. А что такое? Ой, я падаю на экзамен. Ну, до свидания. До свидания. Вы обязательно заходите к нам. Хорошо, хорошо. Я вас познакомлю с сестрой. Ой, 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 ой. Что случилось-то? Смотрите, что случилось-то. Она сама глава. Ой, Ватюшина. Скорую помощь надо вызывать. Вы в тело снесите её. Товарищи граждане, успокойтесь. Она сейчас очнётся. Товарищ военный, вы ей ворот. Ворот расстегните. Надо, гражданочка, соблюдать правила. И не заглядываться по сторонам на кавалера. Вам больно? Мне совершенно не больно. Ну вот, говорила я вам. Яснула. Разрешите, я вам помогу? Я сама. Ну что же вы смотрите? Вы, дорогой товарищ, счастливо отделались. Нужно быть аккуратней. Преднаука. Случайность. Ну, знаете, ничего случайного не бывает. А всё имеет свои причины. Вы, очевидно, страдаете близорукостью. А вы болтливостью. Счастливостью. Дайте гривенек. Да, кстати, по-моему, это ваши очки. Алло. Кого, кого? Так, так. Ну, а теперь мы извлекаем сердцем. Товарищ Заварков? Да. Вас к телефону. Одну минуту. Не трогайте ничего без меня. Да? Глеб? Да, я. Глеб, вы можете сейчас приехать на Ленинские горы? Вам как будто бы доставляют удовольствие мучить меня. Вы о чем? Сердце, сердце не трогайте. Болба. Галина. 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 Разрешите, я вас подвезу. Вы же подвергаетесь опасности. Я прекрасно доеду сама. Вы, очевидно, очень увлекаетесь велосипедным спортом. Вместо. Вот я смотрю на вас и никак не могу определить, кто вы. Вы всегда так начинаете ваши уличные знакомства? У меня нет систем. Зато большой опыт. Может быть, вы балерина? Или вообще артист? Маникюрша. Товарищ Мурашова, а ведь вы ничего не знаете. Нет, профессор, я знаю. В целом случае, вы очень ловко умеете скрывать свои знания. Профессор, спросите меня еще чего-нибудь. Ну, хорошо. Тогда расскажите мне о буржуазном романе начала 19 века. О романе? Да. Я... Я забыла начало. Что? Забыла начало. Ну, в таком случае, начните с конца. Разрешите мне прийти осенью? Разрешите мне прийти осенью? Ботинка, дорога, хорошо идти вдвоем. От собой, от себя в тубинку. Ну, что же это такое, Шура? Не знаю. Может быть, тебе учиться надоело? Может быть, ты хочешь замуж? Может быть, тебе хочется стать домашней хозяйкой? Я не понимаю, Галина. Ну, неужели это с тобой никогда не случалось? Это же простая случайность. Ничего случайного не бывает. Все имеет свои причины. Вот что, вы поедете со мной в лагеря. А куда же мы там с Шуркой денемся? Можно устроиться где-нибудь поблизости на дачу. А из Москвы надо уехать подальше от всех этих случайностей. А кто же нам эту дачу припасет? А я попрошу, мне помоться. Я поеду сейчас же в университет. Впрочем, я не спросила, согласна ли ты. Я не хочу насиловать твою волю. Шурочка. Ну? Согласна. Я не слышу. Согласна. Вот теперь слышу. Там букет. Да, пожалуйста. Со значением или без. То есть? Для дамы или для девушки. А, для девушки. Одну минуточку. Пожалуйста. Пожалуйста. Подгадите вас. Девушки отдыхают. Говорят. Выйдет! Вы? Простите, я... Вы меня проследили? Как вы осмелились? Простите, я, собственно... Я вам не давала ни малейшего повода! Уверяю! Уверяю вас, что я, собственно, не... Как вам не стыдно! Вы? Скажите, мать, мать, мать! Вы ко мне? На холмах Грузии лежит ночная мла. Шумит арагва передо мною. Сто двадцать. Мне грустно и легко. Да и сто тридцать три. Печаль моя, Светлана, я занят. Печаль моя. К вам можно, Аркадий Васильевич? Галина Сергеевна, вам всегда. Что это вы без очков? О, я стала лучше видеть. Я к вам председателю шерсткой комиссии. Пожалуйста, прошу вас. Слушаю. Аркадий Васильевич, я прошу вас взять меня в лагеря. А как же ваша диссертация? Я сумею совместить. Ну, конечно, при ваших способностях. Хорошо. Аркадий Васильевич, простите. Что такое? Нельзя ли устроить вместе со мной мою сестру и мать? Сестре необходим свежий воздух. Что, сердце? Да и вообще. Ах, вообще, это пустяки. Рекомендую шиповник. Витамин С. До свидания. До свидания. Галина, дам? Входи, входи. У нас тут горе. Галина? Провалилась. Куда? Шурка моя простоволосила. Водите к ней. Может, с тобой поговорить. Шура, вы не школьница, а студентка. Ну, неприятно, ну, противно. Но ведь это же не трагедия. Осенью переиздадите. В общем, не беспокойтесь, я вам помогу. И главное дело, понимаете, Глеб, ведь литература, это же мое самое любимое. Я все знаю. Да? Никто ничего не понимает. А чего не понимать-то? Все понятно. Это тебе перед сестрой совестно. Да это она даже может во всем и виновата. Она колючая, холодная, злая. Она и очки с простыми стеклами носит. Ну да. Да. Ага. Антонина Васильевна, что такое? Будьте любезны. Голубушка, уберите, пожалуйста, ваш велосипед. Мои клиентки постоянно об него рвут все кладут. Да сейчас, голубушка, сейчас. А что это, Шурочка? Что, Шурочка? Аня, да, здорово. А мне сразу... Здорово, здорово. Ну-ка, где машину дать, я ее поправлю. Кто это? Тамара Спиридонина. Маникюрша. Довольно, Шура, стыдитесь. Надо призвать разум. Не надо теряться. Надо действовать. Вот я биолог. А сейчас же на ваших глазах в два счета починю машину. Ну, попробуй, попробуй. Простите, Шурочка, а у вас к телефону. Очень приятный мужской голос. Здравствуйте. Тетр Никитич, вы почему не пришли? А, я приходил. То есть, я, собственно, думал зайти. Но, понимаете, тут вышло... Что вышло? Говорите громче. Я говорю, история одна вышла. А-а-а. Ну, это, в общем, лучше. Чтобы, в общем, не пришли. Шурик, вы долго еще будете говорить? Сейчас, Тамара Спиридонина. Еще одну секундочку. Мне телефон очень нужен. Хорошо. Пожалуйста. Федор Никитич, здесь телефон очень нужен. Давай скорее. С кем вы говорите? Обуменовский, Павлович. Да-да. Да, соседка. А кто она? Чем она занимается, ваш сосед? Она маникюша. Маникюша. Я не могу громче, понимаете? А, понимаю, понимаю. Все, понял, все. Шурик, души. Мне телефон нужен до зарезу. Сейчас, сейчас. Еще пол секунды. Нельзя же так в самом деле. В конце концов, у нас коммунальная квартира. Петр Никитич, ей телефон до зареза нужен. Кому? На маникюрше? Да пошлите вы ее к черту. Петр Никитич, вы знаете, мы уезжаем. Что-что? Куда? Мы уезжаем все вместе на дачу. Сестра будет читать акции в лагерях, а мы будем жить где-нибудь в деревне поблизости. Все, Лет. Петр Никитич, значит, мы теперь с вами долго не увидимся. А вы постарайтесь устроиться около наших лагерей. Каких? Около наших, Юрьевских. И тогда мы с вами будем встречаться. Да. Ну, так не бывает. Ну, как же. Мирочка. Уже время, товарищ, время? Одну минуточку. Шура! Ой. Шура! Алло! Полисти трубку. Виноват. Простите. Антонина Васильевна. Что? Вы что, уезжаете? Да. Куда? На дачу в деревне будем жить. Под лагерями где-то. Галина направляет в лагеря? Я. С бригадой? От университета? Я, Голубчик, подробностей не знаю. Ну, как же вы так, Антонина Васильевна, не в курсе? А вот так вот и не в курсе. Постой, постой. А велосипед-то? Я его потом дочиню. Товарищ полковник, бригада от университета едет под моим личным руконосом. Простите, профессор. А, это вас не стручит. Пустите, пустите, пишите, Юрша. А, скажите, профессор, а что доцент Мурашова? Она состоит в вашей бригаде? В общих списках она значится. Дело в том, что она математика. Вот было бы очень хорошо заполучить ее нам. А, подождите, а вы с ней знакомы? Да не совсем с ней. А с кем же? С ее работами. Ну, я не знаком с ее работами. Я астрофизик. Но я знаком с ней лично. И я не возражаю. Тем более, что биолог Заварцев отказался ехать. Аркадий Васильевич, я еду. Позвольте. Дорогой товарищ, а? Сердце. Сердце прошло. Витамин С. Я говорил, шиповник делает чудеса. Аркадий Васильевич, ну а как же мы решили с Мурашовой? Да. Дело в том, полковник, что ей нужна дача для семьи. Дача профессора у нас в лагерях нет. Но мы их поселим поблизости. Я думаю, что это легко устроить. Хорошо, тогда пишите Мурашова. Это же Мурашов. Разрешите, я ей позвоню. А, пожалуйста. Спасибо. Ее номер? А, я знаю. Ах да, вы ведь знакомы с ее работой. Да, да. Товарищ Мурашова? Здравствуйте. Вы меня не знаете. Притворяется. С вами говорит представитель подшерпной части. Они отлично знают друг друга. Вы думаете? Я достаточно пожил на этом свете. Вопрос о вашей поездке в лагеря решен положительно. Хлопоты о вашем семействе берем на себя. Скажете, это наши подшерпные лагеря? Да, да, это и есть Юрьевские лагеря. Очень вам благодарна. До свидания. До свидания. Ну, все устраивается отлично. Сейчас со мной говорил один военный. Очень любезный товарищ. Обещал оказать содействие. Ну, ты с мамой поедешь немедленно. Вам здесь делать нечего. А я, я приеду после с профессором Ершовым. А в какие лагеря мы поедем? Это так называемые Юрьевские лагеря. Галина. Шурка, что с тобой? Опять начинается. Ой, товарищи. Поймите, это же Юрьевские лагеря. Ах, извините. С вами забыли согласовать. Да нет же. Простите, ради бога, простите. Шурочка, вас опять к телефону? Все тот же приятный мужской голос. Ах. Мама, ты скажешь, что меня там... Сиди, мама. Я сама скажу. Кто просит Шуру? Знакомый. Ах, знакомый. Вот что, товарищ знакомый. Александра Сергеевна подойти не может. Кстати, она надолго уезжает из Москвы, так чтобы уж больше не беспокоиться. Я очень рад. Вы очень рады? Ну что ж, тем лучше. Как с нашими шефами? Все в порядке? Краснеть не придется? Да думаю, что не придется. Нет. Да, а как с семьей Мурашевых? Устроили? Все в порядке. Ну хорошо. Я слышал, что среди шефов есть женщины. Да, есть. А что? Надо бы их встретить цветочками. Ну и что ж, встречай. Понимаешь, что мне как-то неудобно. А что ж неудобно? Передай лучше ты, а? Э, нет же, передавай сам. Ну не выбрасывай же их там. Ну передай. Ну ладно, по-приятельски выручим. Здравствуйте, товарищ Заварцев. Здравствуйте. Здравствуйте. А, профессор, здравствуйте. А где ж товарищ Мурашев? Товарищ Мурашев в следующем погоне. Опять? Да, опять. Ну, знаете. Благодарю вас. Вот знакомьтесь. Наш молодой доцент Мурашева. Добрый день. Товарищ полковник, я должна буду дарить вас за заботу о моей семье. То, что. Вот у меня к вам просьба, товарищ Мурашев. Да? Не сможете ли вы помимо лекций провести несколько занятий по математике с нашими будущими академиками? Пожалуйста. Я сюда за этим приехала. Ну вот, а организацию этих занятий я возлагаю на вас, товарищ Ковчин. Есть, товарищ полковник. Вот и поехали. Ну что ж, пошли. Что у вас тут, а? Стартер балует. А ну-ка, давайте я вам помогу. Прошу вас сюда, профессор. Прелестная машина. Да, это новый образец, профессор. Она у нас на испытании еще. Ах, на испытании? Ну это, разрешите, на испытанной. Можно? Пожалуйста, прошу вас. Полезно, ну и полезно. Ну вот, все в порядке. Я поеду в другой машине. Ну, а мы с вами поедем в этой машине. Разрешите, я поведу машину? Без приказания я не имею права передать вам руль. Что такое? Товарищ полковник, разрешите мне сесть за руль? А вы умеете управлять машиной? Да. Вот. Пожалуйста, не возражаю. Благодарю вас. Пожалуйста. Вы пересядьте в первую машину, а Заварцев перейдет сюда. Я же не могу оставить машину. Все стало вокруг глупым и зеленым, В ручьях запурлила, задела вода. Вся жизнь протекла по весенним законам. Сидерят любви, не уйти никуда, не уйти никуда. Никуда. Любовь от себя никого не отпусти. Над каждым окошком Пойдем в слове Любовь никогда Крепче держите руль. Сидите крепче в машине. Неплохая мелодия. Крепче держите руль. И мне помочь... Сейчас будет брод. Берите влево. Но ведь я же вам говорил, нужно брать влево. А вы что, боитесь ноги замочить? Разрешите? Идите сюда. Ну что же вы, боитесь ноги замочить? Давайте руку. Впереди, толкайте. Разрешите, я сама. Есть, сама. Что случилось? Маленькая авария. А почему бы вам не помочь ей? А товарищ Мурашова все делает сама. Сама ломает, сама чинит. Прелестно, прелестно, прелестно. Что это значит? Тут все очень тонко разыграно. Вы думаете? Поверьте мне, голубчики, я достаточно пожил на белом свете. Поверьте, спасибо. Вот будет. Прелестно. Поверьте мне, голубчики. Поверьте. Серьезное повреждение. Придется полчаса повозить. Вы думаете? Я всегда думаю. Рекомендую и вам то же самое. Слушаюсь. Прошу садиться. Прошу. 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 КОНЕЦ Товарищ Еремеев, подойдите ко мне. Товарищ Еремеев, вы что-то стали отставать на всех занятиях? Те это перед самыми полковыми соревнованиями? Что с вами? Вы что, больны? Здоров, товарищ старший лейтенант. После занятий зайдите ко мне. Есть, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти? Встаньте в строй. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Смирно! Равнень направо! Товарищ полковник, третья рота построена для утренней поверки. Продолжайте. Есть. Направо! Шагом марш! Товарищ Комчин, с Мурашовой о занятиях договорились? Я назначил занятия нашей группы сегодня. Сегодня, пожалуй, не удастся. Почему? Большинство из вашей группы выполняет особое задание. Может быть, мне удастся собрать оставшуюся часть командиров? Разрешите? Разрешаю. Есть. Товарищи, товарищи! Итак, товарищи, всем вам известно, что Луна, спутник Земли, это погасшее светило. Сияет, так сказать, отражённым светом. Как говорится, светит, но не греет. Время обращения Луны вокруг своей оси равно времени обращения её вокруг Земли, благодаря чему нам всегда видна только одна сторона Луны. Мы, так сказать, имеем о ней весьма одностороннее представление. Вот эта вот обыкновенная ящерица является ближайшей родственницей знаменитых хамелеонов. Хамелеонов! Александра Сергеевна! А? Может, на вас видеть? Вы не видели вашу сестру? Нет, а что? У нас не назначено занятие. А, нет! Шура, я должен с вами поговорить. Ой, у нас тоже занятие. Водите вот сюда. А где живут исполинские саламандры? Я уже говорил, только в Северной Америке. А жабы водятся везде? Да, жабы водятся везде. А где же группа? Видите ли, получилось так, что группа это я. Во-первых, это не остроумно. А во-вторых, пообещали не искать со мной личных встреч. Я шел на урок. А пришли? Если вы желаете, могу дать объяснение. Меньше слов и больше делов. Начнем, если вы пришли на урок. Решите задачу. Ой, простите, пожалуйста. Нет, ничего, пожалуйста. Луна лишена атмосферы и воды, а следовательно и из жизни. Но в нашей жизни она играет известную роль. Своим притяжением она влияет на морские приливы и отливы. Даны две величины. Средняя геометрическая двух чисел и их средняя арифметическая. Какая из них больше? Из двух величин вам придется выбрать одну? Разрешите приступить? Пожалуйста. Может быть, вам помочь? Нет, я попробую сам. Надо найти разность между этими величинами, верно? Правильно. Если эта разность положительна, то А больше Б. Если она отрицательна, то А меньше Б, верно? Верно. Никогда не думала, что вы действительно интересуетесь математикой. А почему вы, командиры, не интересоваться математикой? А я имею в виду не профессию, а характер. Ну, знаете, не будем говорить о характере. Верно? Нет, неверно. Ого, занятие на полный ход. Маленькая авария. Что такое? А, товарищ Колчин из двух величин выбирает одну. А почему бы вам не помочь ему? Товарищ Колчин все делает сам. Сам ошибается, сам исправляет свои ошибки. Прелестно, прелестно, прелестно. Если это положительно, то разность Д отрицательна, верно? Верно. Следовательно, М плюс Н, деленное на два, больше квадратного корня из МН. Выбор сделан. Ну, теперь вам понятна ваша ошибка? Понятно. Очень хорошо. Теперь-то вы понимаете лицемерие ханжества Галины? Понимаю. Но я не допущу этого. Я ее выведу на чистую воду. Правильно. У меня есть план. Спасибо. Ошиба кривая. Простите. Пожалуйста. Мне нужно поговорить с вами по очень щекотливому вопросу. Я знаю все. Мне известно, что еще до лагерей вы были знакомы с Мурашовой. А какой Мурашовой вы говорите? Вы прекрасно знаете, о ком идет речь. Принципиально. То есть как принципиально? Вы военный? Ну. А я научный работник. Ну и что? Что? Истина для нас дороже всего. Скажите, вы серьезно относитесь к ней? То есть? Ну, так сказать, собираетесь, например, жениться. Вы слишком торопитесь, товарищ Заварцев. Жениться. Это ж не стакан воды, ведь. Это очень ответственный шаг. Вот именно. И кровь этого я всегда относился. Я отношусь к Мурашовой. Как к девочке? Как к девочке? Ну, конечно, и очень непосредственный. Вы плохо разбираетесь в людях. Это взбалмошный эгоист. А, по-моему, вы слишком преувеличиваете. Вы на меня не сердитесь? Нет, нет. Вообще, товарищ Заварцев, понимаете, жена, любовь и мрак, да и семья. Все, понимаете, это очень серьезные вещи. Однако... Что? Мне казалось, что эти очень серьезные вещи вы к ним не очень серьезно относитесь. Неужели? Поверьте мне, что мне это очень неприятно. Тогда нужно этому положить конец. То есть? Объяснитесь и немедленно. Я с удовольствием, но она меня избегает? Игра, не верьте. Вы идете туда? Одну линточку. Пожалуйста, передайте ей вот эту записку. Хорошо. До свидания. Куда? Ведь так же проще? Вот именно. Извините. ПЕСНЯ 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 Шура, знаешь, мне хочется сказать тебе одну вещь. Ну, скажи эту вещь. Мне кажется, что я в Колчине чуточку ошиблась. А тебе не кажется, что ты в Колчина чуточку влюбилась? Что за глупости? Я говорю о нем, как о человеке. Да, им есть воля, культура, ум, характер. Нет, это можно сказать только о Заварцеве. Заварцев? Заварцев удивительно легкомысленный и пустой субъект. Ну уж, знаешь, не тебе судить о Заварцеве. Ну, не тебе судить о Колчине. Откуда у тебя эта плата? Кажется, как будто мне его дала мама. Кажется, как будто. Надо знать точно, а не ощущать. Здравствуйте. Здравствуйте. Все занимаетесь? Да, здравствуйте. А, болящее? Ну, как здоровье? Как сердце? Сердце? Хорошо. А шиповник пьете? Шиповник? Пьет, пьет. Очень хорошо, очень хорошо. Я всегда говорил, витамин С делает чудеса. Особенно в сочетании с свежим воздухом. Аркадий Васильевич, знаете что? Идемте-ка я вас угощу козьим молоком. Козьим? Очень хорошо, очень хорошо. Правда, я предпочитаю простоквашу, но козью. Хорошо. Колчин во всем сознался. Ну? Вот она, улика. Вот оно, последнее звено в цепи доказательств. О чем вы говорите, Глент? Письмо Колчина Галине. А что он пишет? Я не читаю чужие письма. Чужие письма читать нехорошо. Конечно, нехорошо. А что же нам делать, а? Прочесть. Прочесть. Из-за меня он не может бывать здесь. Каков? Нет, она какова. Но я ему раскрыл глаза. Галина Цирьева, ваша сестра чудесная девушка. Да, но только вы знаете, она еще очень легкомысленно. Она увлекается всякой чепухой, тайными свиданиями, любовными записками. Любовными записками? Да. Галина, вам записка. От Колчина. Это какая-то глупая шутка. В каждой шутке всегда есть доля правды, Галина Сергеевна. Вот я сейчас пойду и об этой шутке расскажу командиру полка. Прилясно, прилясно. Скажите, пожалуйста, командир полка здесь? Кажется, здесь. Подождите, я сейчас доложу. Будьте любезны. Товарищ Еремеев, вас как будто подменили. Вы же были у меня, вроде, одним из лучших бойцов. Что с вами? Ну что, влюбились вы, что ли? Есть, товарищ старший лейтенант. Влюбился. В кого? Учительница она у нас. В селе Кирилл. Начальник школьника. Вот. Похоже, в общем. Ну что, все в порядке, значит? Нет, не совсем. А что? Характер неважный. Учит она мне все. Почему учит? Да все это не так, то не так. А вот об этом самом ни слова. О чем об этом? А вот о совместной нашей линии. О любви, значит. Ну, а вы ей ответ-то писали? Пишу. Ага. И давно пишете? Нет, не очень. Девятый день. Разрешите прочесть, товарищ старший лейтенант? Ну что ж, читайте. Ну что ж, читайте. Нет. Только все это вот не так и все это не то. Я знаю, что не так. Ну так вот. Вот вам лист бумаги. Перо. Пишите. Пишите так. Уважаемая Нюся. Здравствуйте. Спасибо за письмо. Только вы мало о нашей любви пишете. А по-моему, любовь всякому делу может оказать помощь. Точка. Как был одним из лучших бойцов, так и осталось. И командир роты, товарищ Колчин, мной доволен. Ведь это же не правда, товарищ старший лейтенант. А это от вас зависит сделать это правдой. Понятно? Есть сделать правдой, товарищ старший лейтенант. А остальное пишите сами. Только не размазывайте. Товарищ старший лейтенант. Что? Разрешите карточку. Здравствуйте. Вы меня спрашивали? Здравствуйте. Товарищ Колчин. На минуточку. Это как раз к вам тоже относится. Дело в том, что... Спасибо. Дело в том, что занятие группы в прошлый раз по математике чуть не сорвалось. А чей или нет? По моей. Мне показалось, что группа слишком малочисленно. Группу можно увеличить. Нет, дело не в количестве. Я согласна продолжать занятия в том же составе. Это даже лучше для более углубленной проработки. Вам виднее. Ну вот я хотела назначить занятие сегодня вечером. Сегодня в клубе репетиции оркестра. Ах, вот как. Ну что ж, может быть тогда перенести занятие ко мне на дачу? Порядки исключений я не раздражаю. Ну очень хорошо. Разрешите идти? Да, пожалуйста. Идите. Все в порядке? Да, благодарю вас. До свидания. До свидания. Женщины предпочитают чувство разума. Разум. Разум. Ну? Разум никогда не бывает им полезен. Это возмутительно. Шурочка, не возмущайтесь. Помните, изучая Стендаля, мы должны иметь в виду нравы буржуазии первой половины 19 века. У вас клюет. Рано. Ой, простите, Глеб. Пожалуйста. О! Вот так. Кодекс любви 12 века. Кто не умеет хранить тайну, тот не умеет любить. Второй параграф. Никто не может быть влюбленным одновременно вдвоих. Глеб, вы знаете, я вам давно хотел сказать... Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Майор Пыляев явился на занятии по математике. Пожалуйста, садитесь. Раздевайтесь, товарищ майор. Младший лейтенант Найденов, разрешите присутствовать? Продолжение следует... Продолжение следует... Присаживайтесь, товарищи. Товарищи преподаватели, явились на занятии. Разрешите? Пожалуйста. Мама! Мама, принеси, пожалуйста, стулья. Пожалуйста, товарищ лейтенант, пройдите сюда. Ничего, ничего. Я постою. А товарищ Колчин что, испугался грозы? Разрешите доложить? Товарищ Колчин сегодня занятий присутствует. Не можете. Я думаю, что можно открыть окна. Здесь душно. Ветер, кажется, стих. Благодарю вас. Садитесь, пожалуйста. Кажется, твоя записка. Чуть был не выпросил. Товарищи, ввиду особых обстоятельств я должна закончить урок ровно в восемь. Товарищи, не будем отвлекаться. Естественно, отвлекаться. Приступим. Я прилагаю все усилия к тому, чтобы быть сухим. Ну? Я хочу заставить молчать свое сердце, которому кажется, что оно имеет много что сказать. Будьте здоровы. Ой, спасибо, Глеб. Вам не холодно? Нет. Глеб, вы знаете, вот я все давно вам хочу сказать, что я и Колчин в Москве были... Пётр Никитич. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня давно ждете? Я вас... совсем не ждал. Ой, а я так торопилась. Я была занята. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Пётр Никитич, я слушаю вас. Пётр Никитич, пройдемте к реке. 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 Хорошо. Пётр Никитич, пройдемте чуть-чуть. КОНЕЦ Петр Никитич, теперь уж нам действительно никто не помешает. Мы одни. Я слушаю вас. К чему они кружатся на одном месте? Они попали в водоворот. Ну, хорошо. Я вам помогу. Скажите, мой приезд сюда устроен вами? Да. Я так и знаю. Галина Сергеевна, я должен вам сказать всю правду. Дело в том, что знакомствуем с вами я обязан Шуре. Вы пригласили меня, чтобы сказать мне только это? Видите ли, я вас не приглашал. Ах, вот как! Интересно, чего он сейчас ей говорит, а? Я вас люблю. Значит, записка предназначалась не мне, а Шуре? Да. А сестра, которая является препятствием, это я. Да, но... Это надо понимать в другом смысле, Галина Сергеевна. А в каком смысле нужно понимать те цветы? Помните? Или они тоже предназначались не мне, а Шуре? Да. К сожалению, не вам. Передайте мне мою шляпу. Гребите, берю. Гребите быстрей. Скорее же! Галина Сергеевна! Шура! Колчин мне во всем признался. У тебя, оказывается, с ним роман. Поздравляю. Шура, это правда? Да. Значит, вы Колчина знали раньше? Да. Стало быть, ваш приезд сюда устроил он? Да, но... Глеб! Поздно! Глеб, но ведь я же давно вам хотела все рассказать. Я сматываю удочки. Глеб! Никогда! Глеб! 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 Ну, как она? Кто? Ваша уважаемая Нюся. А что? Пишет. А, телеграмм прислала. Ну, значит, все в порядке. Ну! Товарищ Колчин, да? Можно вас на минутку, пожалуйста? Вы, конечно, будете в Мурашевых. А что? Пожалуйста, передайте вот эту вот книгу Шуре. То есть Александре Сергеевне. А вы сами? А я уезжаю. Куда? В Москву. Спасибо вам за все. И вам спасибо. До свидания. Что случилось в сердце строго? Расстревожено мое по тропинкам, по дорогам, хорошо идти вдвоем. И все черепки, и длинные ожидания, и взгляды кривожные избивчиво речь. Хотелось бы мне отменить расставанье, но без расставанье ведь не было встречи, не было встречи никогда. Глеб! 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 Вы куда? На станцию. На станцию. Зачем? Я закончил все свои лекции, и мне здесь делать больше нечего. Мне тоже. Садитесь, я вас подвезу. Благодарю вас. Пожалуйста. Ну-у-у-у-у-у! А, Галина Сергеевна, здравствуй. Я к вам, на даче в гости. Очень приятно, вам все там будут очень рады. А вы куда? На станцию. А, пока. Раби. Ох, осторожней. Осторожней. Здравствуйте, Шура. Здравствуйте. Вот ваша книга. Спасибо. Вам просил ее передать за варцем. Через вас? Да, потому что он уезжает в Москву. Когда? В 21-20. Зачем? Не знаю. И вы его отпустили? Как? Как это грубо. Бессердечно. Везите меня на станцию. Не могу. Ах так? Петр Никитич, что с ней? Куда она? Не знаю, Антонина Васильевна. Вам кого? Мне нужна Галина Сергеевна. Галины Сергеевны нет. Она уехала в Москву. Зачем? Не знаю. Что это с ним? Что с вами, Антонина Васильевна? Что? Все укатили, а у меня в мозгу какое-то перемещение. Что такое? Вы садитесь. Молодежь моя вся с ума посходила. А, пустяки. Да как пустяки? Антонина Васильевна, по этому поводу еще многоуважаемый Александр Сергеевич Пушкин сказал. Унылья моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Пустяки. Нет, Антонина Васильевна, это не пустяки. Я достаточно пожил на белом свете. Это не пустяки. Конечно, конечно, конечно. Ой! О, пустяки! Что случилось? Пустяки! О, пустяки! Возвращайтесь скорее домой, Антонина Васильевна сердит. Ну уж, тутки! А вы куда? На станцию. Вот хорошо. Поедем вместе. Ну-ка, давайте пошли. Держите. Ходу. Держитесь крепче. Ладно. Ходу. 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 А где Глеб? Вперед, билеты. Два билета в Москва. Один, один билет. Сейчас должен поезд подойти. Да. Галина остается? Нет, остается вы. Я. Да. Получите билет. Спасибо. Ну что ж, прощайте. Теперь уж мы с вами, верно, никогда не увидимся. Отчего же? Ведь вы же теперь будете моим родственником. Как это называется? Девер, Шурин, Дядь. Я не знаю, я всегда путаю эти названия. Галина Сергеевна, я должен вам сказать, что это невозможно. То есть, как невозможно? Понимаете, есть одно обстоятельство. А, ну да, конечно. Теперь передаваем большие цели, высокие задачи. Академия, карьера. Галина Сергеевна. Галина Сергеевна. Обстоятельства. А Шурку по боку. Призвились, посекретничали, поиграли в любовь. А теперь, конечно, нужно заняться более важными делами. Мф. Какая беспечность. Какое легкомыслие. Как это подло, нечестно, отвратительно. Ну, знаете что? Я больше не желаю слушать ваших оскорблений. Нет! Постойте! Извольте слушать, я вам все скажу до конца. И в последний раз. Я вас раскусила с самого начала, а потом почему-то как дура поддалась. Поверила. Товарищ Мурашова, товарищ Мурашова. Ну что, товарищ Колчин, что вы мне еще можете сказать? Ну, выдумывайте, сочиняйте, что у вас за обстоятельства. Вы. Галина Сергеевна. Галина. Ну, говорите мне только правду, слышите? Чур не врать. Хорошо? Ну? Да. Галина. Галина. Вот билет. Я не еду. Мы остаемся. Слушай, где касса? Ну, подожди, не свисти. Пожалуйста, не свисти. Мы тоже остаемся. Да. Эй, пожалуйста, что делать? Товарищ, а вот билет, пожалуйста. Сердечно благодарю. Пожалуйста, пожалуйста. Морчой, спасибо. Я говорю вас. Очень приятно поздравить. Время, товарищи, время. Да, да. Спасибо за вас, товарищи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.